Гольд пишет сообщать последние новости и говорит, по телевизору показывает ужас, там стреляет, вообще какой-то смертоубийство, народ глазеет и за зрелищ просто невероятных. Ну сразу у нас радостные мысли зашевелились и у меня как у флетиста группы возникла идея, не стоит ли продавать билеты на площадь около Белого дома, но на зрелище. А еще более умный музыкант сидел рядом, не буду называть его имени, показывать пальцами, он говорит, так а зачем билеты, лучше абонемент продать сразу, на 10 лет вперед, через каждые два года, все. Наводите, черкарные рейсы, на широкую ногу. Это была политическая часть беседы, нет, это экономическая. Так, ну расскажите дружеского про себя, что у вас тут происходит? Кого еще взяли? Вы подпустили, короче. В честь присутствующего мы такие хорошие остались. Мы такие хорошие здесь прежде всего остались. Хорошо. Русская зима, не оттаял вопрос еще. Кто первый риск? Русская зима на Украине. Михаил, а кто по списку первый вопрос задает? И какой? И какой? Я уже забыл. И кто ответил? А может, да. Пять. Ну, где-то правда Украину вопросит, да? Да. Так нет, я вот ответила. Борис спросил, что здесь у вас хорошего? Я сказал, прежде всего мы, которые сюда пришли. И с удовольствием прослушали вчера выступление. Спасибо. А мы с удовольствием поиграем. Это как любовь была. Все довольны. Все обоюдно. Так это явление самодостаточное. Что, любовь? Да. Да, любовь всеобъемлющима. С аппаратом. У меня позвучка только лепута. Можно один простой еще вопрос? Сколько угодно. Вот я вчера тоже смотрела на сцену. Сегодня смотрю. Мы начали нашу встречу вот с такого фимиама, который курится. Поясните для несведущих. Что такое? Тибетское благовоние из 17 страв, которое разряжает астральную пробку. На всякий случай. Карма причаев? А? Карма причаев. А что там изготавливается и партиями присылается в Ленинград, что ли? Нет, в Москву. В Москву? Подается в магазине Шон при музее истории народов по стопу на Суворовском бульваре. И вы уже изведали действия? Да. Вы действительно помогали? Изгоняя злых духов. А заряжает чем? Заряжать приходится самим. Как ресурсы? Нормально. Как просить с нефтью? Нефтью у нас Михаил занимается. Николай Лисович, вот сейчас бытует такое мнение в путиевских любителей, что БГ стоит выше, как явление, оно стоит выше всяких хит-парадов. То есть, если бы он даже сейчас уже ничего не делал нового, где не появлялся, вот одно появление, ничего не пел, ничего не делал, одно появление его, сказать пару слов, уже может считаться большим сейшеном. Я нервно закурил дальше. Ну что? Как вы вообще, вот, как явление к себе относитесь? Я как явление к себе вообще никак не отношусь. Я существую. Существует для чего? Свободная самопроявляющаяся игра ума. Тогда можно еще? Сколько угодно. Со времен, как это, Максимова вела передачу? Музыкальный ринг. Вылетел на большом экране, действительно, на союзном экране. Аквариум после этого вот так мы и не видели, да? Можно для, опять же таки, несведущих людей обозначить и коротко, что произошло за эти времена, за последние времена с группой, да? И что за люди сейчас рядом с вами работают? Я думала, что вчера вы их как-то представите, но этого не состоялось. Представьте сегодня, пожалуйста. Супер, лучше. За последние времена старый аквариум кончился. Полтора года существовала группа без названия, которая просто называлась «Бага». За это время мы всю Россию тогда с ней объездили. Но это был чисто акустический состав. Акустический, значит, без барабана. Да. В частности, мы в Киеве тоже играли. В этом же звали? Да. Потом та группа самораспустилась по причине того, что ее миссия была целиком исполнена. Песня спета, Россия проехала, все. И опять сам зародился вот теперешний аквариум, в котором дедушка Василий играет на духовых клавишах. Алексей Павлович Зубарев играет на электрогитаре. Алексей Раксон играет на барабанах. Саша Титов играет на басу, как всегда. И Андрей Вихарев играет на таблах и всяких диковинных музыкальных инструментах, по которым бьют. Что такое маковый стебель? Маковый стебель – это высушенная маковая головка, где когда вот так ее трясешь, она издает очень привлекательный звук. Вот Вы сказали, что та миссия была исчерпана, Россия проехана и, в общем-то, все. В чем заключалась эта миссия? Просто чтобы познакомить с тем, что было наработано? Нет, та группа играла только песни, написанные во время существования этой группы. Практически. Так ведь? В основном на 95%. Нет, просто описание миссии невозможно. Никакими словами миссия была, сам факт ее существования, и передача определенного, что ли, сообщения, которое на тот момент было необходимо передать. Мы это сделали, сообщение было передано, получено, и все. А продолжать существовать дальше, было бы просто начинать зарабатывать деньги. И на этом, я считаю, что функция музыки – не зарабатывание денег. И в какой степени то, с чем мы вчера познакомились, было новое? Абсолютное. Абсолютное все. Поэтому в зале раздавались такие голоса – старое, старое, а вы упомяете – новое, новое. Но если мы будем петь старое, кто будет петь новое? Ну, старое, достаточно много записано. Все это существует. Вот это новое, которое вчера звучало, оно как-то будет теперь уже в пластинках каких-то? Что-то в работе есть? Вышла пластинка «Любимая песня Рамзес 4», где часть этого материала есть. Сейчас записана уже пластинка, почти кончена, в песке Петербурга, из которой мы ничего не пели, потому что это все старые песни, но их нужно было записать, поскольку они раньше никогда записаны не были. И вот где-то в районе Нового года мы, вероятно, начнем делать пластинку со всеми этими новыми вещами. С русской нирваной, с московской октябрьской, с Костромой-монамурой, со всем остальным. С Дубровской. Вот эти песни, которые вы сейчас назвали, я не знаю, может быть, я очень субъективно сужу, я вообще посчитала, что самые сильные, ну это на мой взгляд. Это очень приятно. Самые сильные в этом концерте, да, удивительные просто. Я, коллеги, может быть, простят, у нас идет игра в одни ворота, здесь комсомолки как-то написали, ну я, в общем-то, нарабатываю на себя, да, вот, написали о том, что новый аквариум в тех концертах, которые были в России, чувствуется, утрачено ощущение связи с залом, особенно с молодыми, новые волны, которые приходят. Вот вчера в нашем концерте вы почувствовали такое, нет? Нет, я и в Москве этого не чувствую. Единственное, что утрачено, это ощущение связи с журналистом, который писал комсомолки про это. Он с нами потерял связь, и вряд ли он с нами еще раз любил. Я знаю его. И он меня узнает еще. Это всем предупреждение. У нас на месте. У нас две руки. Да, мы это тоже не почувствовали, потому что весь парфет с вами работал. Просто они не были на концерте. Им приглашение не дали. Нет, они, наверное, были в буфете. Я могу рассказать историю по этому поводу, как формируется репортаж комсомольской правды. Вот когда... Когда был концерт, группа Научилась Помпилиус в Ленинграде в концертном зале Октябрьский, приехали два журналиста из комсомольской правды по фамилии... Ну, та сраная фамилия, типа Лаптев и Мешочников. Вот. Ну, есть там у них спецкоры какие-то там, или радкоры, не знаю. И они пришли ровно за пять минут, сделав уверенное и красивое лицо, подойдя к администратору группы, говорят, мы из комсомолки, вот дайте-ка нам места вложу, а нет билетов, как обычно. Все знают, что в такие залы трудно попасть без предупреждений, и даже документов они с собой не взяли. Ну, и сказали, что ребята, вот, простите, на следующий концерт завтра приходите. Они уехали немедленно, и на следующий, через два дня, появилась рецензия на этот концерт, на котором они не были, потому что все знают, что они туда не попали. Разгромная абсолютно рецензия, где было написано, что группа умерла 10 лет назад. Вот в таком, понятно, да, механизм формирования журналистики музыкальной. Вот в таком жанре примерно был, видимо, подготовлен репортаж газеты «Комсомольская правда», за что единственное, уважаю музыкальное дело, это газеты за то, что они не переименовались. Как они были «Комсомольская правда», так и остались. Я считаю, я, секунду, сделаю дополнение свое, я считаю, что очень положительный факт, когда в газетах кишут плохо про кого-то, про Харьцева, насколько я помню, ни одна свинья в жизни ни одного хорошего слова не написал. Все его несли матом всю дорогу. Борис Борисович, все-таки этот контакт вчера с залом был каким-то странным. Вы производили впечатление, на мой взгляд, какого-то зашубанного толпой пророка, который познал какую-то великую истину, вот вокруг стоит разъяренная толпа, и вот-вот она рванется, и разорвет вас на сотни маленьких БГ, а вы такой маленький, зашубанный. Какие у вас были ассоциации к этому? Прямо подо мной стояло приблизительно несколько сотен прекрасных девушек, глядя на которых я просто не мог оторваться, я прошу прощения. Я просто целиком был занят ими. Может быть, до остальных. Это и была сотня. Маленькие. Да. На БГ они были мало похожи, они были женского пола. Но когда выскочил этот фанат и начал вас целовать, у вас какая-то растерянность. Знаете, по тому, как он рванул через сцену, было непонятно, что он сейчас будет целовать. Это было ощущение, что он сейчас хватит. Потом я не был, когда я мужчину целовал. Борис Борисович, в своих песнях вы часто вспоминаете Костром. У вас что-то связывает с этим городом? Да, я оттуда родом. Так же, как и из Саратова, и, по-моему, из Томска еще. Из самих других городов. Из многих городов. Скажите, вот... Из Лондона. В свое время мы все писали чекольные сочинения по картинам известных художников. Если бы какой-нибудь художник решил написать картину по вашему сочинению, что бы у него получилось? Не знаю, это была бы его проблема, не моя. Что-то у меня с Альвадора Дарина. Это была бы картина Шишкина «Шесть медведей». Это же сказал Бору. Скажите, вот в свое время, когда, так скажем, был ажиотаж по поводу выхода пластинки «Радио Саленс», и когда были и в нашей прессе, и в западной рецензии о том, что это все не удалось, то есть была такая мысль, что был накоплен какой-то первый опыт и последует дальнейший проект, который будет более удачным. Что-то произошло? Есть какие-то... Да, появился русский альбом. Теперь появились любимые песни Рамзеса. А на западной? Такая, я там не живу. Вот мне, кстати, контр-вопрос, я как раз вчера выпив водку очень сильно этим интересовался вслух. Мне интересно, откуда пошла мысль о том, что проект «Радио Саленс» не удался. Я у всех спрашивал и единственный возможный ответ это потому, что я там не остался. Так? Нет, ничего. А почему он не удался? Я могу сказать, что, допустим, моя информация была из французской газеты, причем эта информация потом была перепечатана и Макрест, и разослана и всем остальным, то есть в смысле по всему Таташнему Союзу. Вот. И там, в частности, была информация, что, то есть продюсеры планировали гораздо больше, что, то есть русскоязычная песня, которая там была, это была Таня, так скажем, каким-то иммигрантам, непонятно почему, присутствующая в этой пластинке. То есть, ну и там так, скажем, было сказано о том, что, то есть наконец-то первый человек это все сделал, потом появился, там проводились параллели с парком Борького и там же было сказано, что, в общем-то, продюсеры планируют то есть продолжать работу, но возможно на каком-то новом этапе, новые какие-то течения музыкальные используют или, так скажем, это интересно, правило, я такого не слышал. Это комсомольское правило сочиняется. Вы не верьте, когда советские газеты перепечатывают информацию с западной газеты, они сами все это сочиняют, помните? Это подстава. Проект удался. Я считаю, что он удался блестяще, мало того, что это была первая русская пластинка, попавшая в билборд, он еще парк Борького. Парк Борького был через несколько месяцев после меня сразу. Что касается связи, связи все налицо, что CBS развалилась и перешла в столы фирмы Sony, это их проблемы, не мы их. То есть, грубо говоря, теперь у вас никакого желания делать подобную работу? Мы открыты для предложений, но пока мы заняты нашим собственным материалом. Для нас сейчас интереснее работать в России. Последние три года. Чем? И чем работать? Я просто объясню свой вопрос. То есть, вы говорите последние три года. То есть, так вышло, что, в общем-то, ну давайте говорить отраведно, вы рок-музыканты, которые говорили, что, то есть, рок-неподвластин коммерции, то есть, сейчас вынуждены идти по тем рельсам, которые, грубо говоря, побили по влах, с учетом всех шоу-бизнес-делов. Это что, какие рельсы вы имеете в виду? Рельсы того, что называется шоу-бизнес. То есть, вы вынуждены жить уже по закону шоу-бизнеса. А в чем? В чем? Потому что мы по фонограмму играем, а в кто? Хоть один закон назовите, в котором мы живем. Кромприбалочная стоимость. Причем тут фонограмма? То есть, многие исполнители сейчас из полк-музыки, то есть, они тоже работают в живые концерты. Вот, но... Так, а в чем закон шоу-бизнеса-то? В чем закон? К чему мы следуем? Ну... Я готов с вами согласиться, только скажите, какие законы? Закон о эфире. А что такое? Что за это нужно платить. Спасибо. Это наш директор. Вопросы экономики Михаила Гольдовича. Следующий закон. Дальше. Если бы мы платили за эфир, мы бы просто... Олег, я уже объяснил. Нет, я просто представлял, как мы платили, и нам ни одна рубашка сегодня той бы не было. За эфиры другие химические вещества класса. Хлороформ и хлородан. Пятного водителя Соплс. Дальше второй закон. Я отвлекся. Дорогие билеты. А? Дорогие билеты. Простите, аппаратуру мы должны оплачивать. В частности. А спросите, сколько аренда ваша зала в Украине стоит? Дальше. Так далее. Опять-таки, это не к нам вопрос, а к администрации нашей. Администрация вот там. может быть, административные разговоры как-то вынести? Нет, честно говоря, я не думаю, что для нас что-то изменилось по сравнению с тем, что было 20 лет тому назад, кроме того, что, слава богу, у нас есть возможность играть на более или менее приличной аппаратуре, в более или менее приличных залах, что минуты у нас 90 при этом. Но мы как записывали, как мы записывали раньше, мы записываем пластинку, и она, раньше мы ее отдавали друзьям, чтобы они ее копировали сами. Теперь мы имеем возможность ее выпустить и получить за это деньги еще. Я считаю, что это положительный шаг. То, что у нас менты не видят, я считаю, что тоже положительный шаг. Какие другие законы, я не знаю. Брэйдис Борисович, коль речь начнется о ДНГ, я хочу спросить, года четыре назад вы были на гастроле, и вы в инверситете сказали, что по возможности в следующий раз в студии на гастроле вы найдете для ваших поклонников, на которые не имеют возможности сейчас быть в себе на бесплатный концерт. Был ли такой концерт? Если нет, то... Такого концерта не было, поскольку, если бы кто-то нам бесплатно предоставил аппарат, мы еще могли бы по этому поводу подумать. Это раз. Вы это сказали так просто. Ну, с тех пор, если вы заметили, многое изменилось. Но может, сейчас у вас появится такая возможность? Пока такая возможность не появляется. В принципе, вы планируете это компонент? Мы справляемся с другими методами. Мы перед концертом запускаем тех, кто есть у входа, вот кровью Москвы, кровью Москвы, которые это проходят. Но мы стараемся запускать всех, тех, кто стоит у входа. Таких очень много концертов. Было уже на самом деле. Я спрашиваю, были ли они? Не знаю, как конкретно в Киеве, а очень часто просто концерты для хороших людей под разными названиями у нас проведутся. ДДТ. Не, ДДТ аквариум я имею в виду. У нас почти каждый вечер такой концерт. А уж в гостинице у нас каждую ночь такой концерт. Абсолютно бесплатно. Практически. Скажите, как Вы относитесь к выступлениям на стадион? Мы к ним относились очень отрицательно всю жизнь до последнего полугода, когда на стадионе начинает хотеться, потому что по идее у нас сейчас слишком большой звук для маленького зала. Слава Богу, с Украины все нормально. Вы считаете, что на стадионах Вы не теряете контакт? Если стадион умеренной величины и стоит достаточно сильная аппаратура, нет, мы не теряем. Это мы пробовали в Тольятти и где-то еще. В Минске. В Минске отлично. В Свердловске. В Свердловске. В Свердловске. Который далеко сидящим зрителям показывают исполнители. Показывают фильмы. Показывают фильмы. Интересные мультфильмы. А энергия толпы, которая на стадионе стоит, это совсем особая вещь, ни с чем несравнимая. Очень иногда ее хочется. Кого? Толпу. Борис Борисович, вот эта вот компьютерная картинка в сочетании с африканской... Она не компьютерная, это живой, жидкий фильтр. Это обычная лампа и живой жидкий фильтр. Плюс там-тамы, вот эти вот, африканские ритмы в ваших танканах они создают эффект какого-то гипноза. Отлично. А на это и рассчитано? Нет. Нам просто так нравится. Кашпировского у нас нет под столом. Нет, а музыка... В принципе, любая хорошая музыка создают. Такое ощущение, по-моему. Ну, на меня, по крайней мере, так действует. Я когда раньше ходил в филармонию, я всегда первое отделение спал. Я только на хороших исполнителей ходил. Только когда в получали жидкий кристалл. СМЕХ Может, эта картинка, она укачивала немного? Очень хорошо. Это очень хорошо? Да. Значит, сознание тормозится, правое полушарие, а левое полушарие расковывается. Участливый эффект, сходный с употреблением диэтиламиды лизердиновой кислоты. А кроме того, знаете, еще одно подспотное такое средство, когда не повесишь туда такую картинку, туда иногда вешают надпись «Театр эстрады». Была замечательная история, когда мы играли в Москве, в этом театре эстрады, злобная дирекция такую штуку повесила, неоновую надпись, рядом с нашей замечательной картинкой, только как надпись «Театр эстрады». Мы попытались возразить а директор сказал «Ну, ну, ну, все, там, санкции, штрафы». Мы поступили проще, мы перед концертом с Сашей Титовым подошли и розетку выдернули. Ничего не горело. Борис Борисович, вот вы, вопрос как к человеку близкому к митькам. Живали ли еще сейчас митьковщина? По доходящим слухам там люди пошли в общество анонимных алкоголиков лечиться, стали солидными человеками. приехали в одежду. Понимаете, для меня митьки это не не миф столь блестящий как Володе Шинкареву в книге описанный, а это живые люди, чья живопись мне иногда нравится. И в принципе достаточно милые живые люди сами по себе. И, в общем, миф про них меня не очень волнует. А когда люди гибнут от пьянства, это всегда опасно. Для меня важнее, чтобы они не пили, а писали картину. Если для кого-то по-другому, то почему? Сейчас еще кто-нибудь из них остался? Чегаром, сторожем? Думаю, что нет, хотя ситуация у них в общем далеко не блестящая. Они перебиваются с хлеба на вовле. Но поскольку работать сейчас больше не обязательно, все эти работали не ради денег, а потому что если ты не работал, то у тебя вентили. А, например, чем может помочь эта выставка? У меня же была 29 ноября должна быть в русском музее. Все время. Выходят выставки абсолютно... Эти картины покупают. Они имеют возможность жить дальше. А как катируются их картины? Несколько таких военных песен, полковник Плазин, комиссар, если можно так назвать. Будете ли вы продолжать эту тему? Капитан Вороний. Да, капитан Вороний. Генерал Скорбулев. Поручик Иванов. Поручик Иванов. Проверяло. Маршкин и Пахимов. А на этот, да? Да, да. Слушай, просто маршкин. Идут по городу солдаты все поддаты. Не знаю, как случится. Как случится. Борис Берлицевич, у вас вчера очень мало английских песен не прошло. С наскождения этой украинской гнудельницы мы впервые в России это играли за последние три года. Мы позавчера сыграли в Стокгольме, как-то нам понравилось эти песни петь. Поэтому мы вчера их спели. А вообще, я думаю, что язык не очень важен. Скажите, как там принимали? Там принимали очень хорошо, только там в основном были иммигранты, поскольку это все делалось без рекламы, в общем, на деньги одного нашего знакомого. Приятно. Но в Стокгольм все здесь всегда приятно. Вы сейчас сказали одну вещь, в частности, о медьках, когда люди спиваются, это горько, это плохо, да? Вчера в зале, вы, конечно, этого не видите просто со сцены, а сидящие в зале видели, очень много было молодых людей, которые едва волочили ноги. И не потому, что они были пьяны, они чего-то там надушались, наелись, я не знаю еще чего, таких тоже очень много. И, в общем-то... Может, наркотики? Я не буду говорить, может быть, может быть, вот, всякое может быть. Эта тема как-то вас тоже волнует, почему эти люди тянутся послушать то, что, когда отключается одно полушарие, там, другое полушарие, вы же пишете слова, которые вы хотите, чтобы услышали. Конечно, зря приняли. Ну, для меня важнее то, чтобы услышали слова, честно говоря, чтобы почувствовали то, что там за этим стоит. Слова это тоже внешние слова. Но по поводу употребления любой бытовой химии внутрь, я ничего не могу сказать, поскольку говорить, что так делать нельзя, ребята, это нехорошо, будет с моей стороны хангуст. говорить, что это хорошо, я тоже отказываюсь. Я считаю, что не обязательно. Поэтому, я думаю, что это личное дело каждого. А что-то делать могут рок-музыканты тоже? Кто-то, кто-то может, я нет. Нет, ну, что-то, ну, я не знаю, поставить против этого. Рок против наркотиков. Ну, да. Вот это да. И чтобы мы выступали. Делка вывезла. А что был такой фестиваль в Москве несколько лет назад против наркотиков? Правда? Что с нами он проводил. Там Металлика выступала. Там какая-то замечательная история была. А история была замечательная, я вспомнил. Это группа Бонжой попалась на перевозке особо крупной партии то ли без США, то ли марихуаны. И чтобы, как бы, из этого дела выйти сухим, менеджер пообещал, что они сыграют бесплатный концерт против наркотиков. Почему? эта тема никак? Нет, дело в том, что я не считаю, каждый сам по себе я не считаю, что я вправе кому-то указывать таким ужить. Почему вы вернулись из Америки, что рыбка выпрыгнула и заклоримая начала забираться? Вы долго готовили? Вы впечатление хорошо вымочены. Да, такой красивый как был. у меня контр-вопрос. А почему все в России считают, что нужно уехать в Америку и там остаться? Вот допустить такую возможность, чтобы просто съездил в Америку, так же, как съездил, скажем, на Украину, или как съездил в Петербург, и вернулся назад? Почему это считается неестественным? Почему обязательно нужно уезжать туда? Ну, а там не были той популярностью, которую вы имели здесь. У меня такое примитивное представление. Вы вернулись обратно за утерянным. Простите, популярность здесь все-таки делалась в течение 20 лет. Привести там популярность такую же за полгода, но, мягко говоря, нереально. Раз. А во-вторых, зачем? Вы знаете, там музыканты непопулярные тоже живут неплохо. Ну, одну зарываю на другой взгляд. Ну. Ее взгляд мы видели на экране телевизора однажды. Я не берусь его описывать. Я целиком защищаю жену. Я тоже. нам не хотел быть ей. Что делать? Она меня выздоровеющих спасала. От чего? От волков. Мария Дэйс, продолжение разговора о шоу-бизнесе. Вот вчера перед концертом состоялась такая церемония одаривания вашей группы там с этими дядями и властью вот таким вот. Я считаю, что я просто продолжаю вот вопросы и может даже даю на него ответ. Вот мне кажется, что на таких афишах словоаквариум должно писаться очень мелко в углу, а крупный должно писаться там промис или что-то еще. А вот так и было произведено? Ну, практически, да. Я до сих пор не понимаю, что с этим делать. Как бы люди искренне что-то хотят сделать. Признаки шоу. Это безусловно. Признаки, тут я все абсолютно согласен. Я считаю, это храмство по отношению зрителя. Вы это воспринимаете как неизбежное? Ну, скажем, если зло, то неизбежное. Нет. Какая есть альтернатива? Альтернативы не пускать их. Тогда, чтобы концерт мог состояться, билеты будут стоить такую сумму денег, которую зритель не сможет... Всегда есть разумные методы. Я же не против того, чтобы люди деньги зарабатывали. И не против того, чтобы они себя рекламировали. Только, чтобы они делали не за счет нас. Чтобы все оставалось границей хорошего вкуса, на самом деле. Хорошо бы. Это замечательно. Но какие есть еще способы? Нет, просто к каждому концерту, к каждой рекламе относиться очень внимательно и смотреть, где ее место, а где нет. История сливит, что нас сейчас застала, в общем, враспу до концерта. Тем более они часы без батареек дали. Вот напишите все, что Филипс. А я бреюсь электрическим бредом. А я вообще не бреюсь никакой бред. Я как плевок в душу с утра на Филипс воспринял. Да могли бы по телевизору куда-нибудь что-то за пакет ответить? Да насрать нам на их телевизор. Извините за слово телевизор. Телевизор сейчас за раз. Да, я процитировал нашего барабанщика, он всегда так говорит, когда ему телевизор дают. Я недавно был сильно пьяный, когда возвращался с Тольгольма, и на таможне купил телевизор. Потом протрезил обнажил себя с огромным ящиком. Что такое, откуда? Очень интересно было. Тащить его на себе, оказывается, в расширенном состоянии сознания. На таможне он был дороже. Наш барабанщик раньше в этой группе телевизор играл. Какой? GVC? Финец. Можно продолжить? Да. Нудную тему, которую я все веду и веду о каком-то синизии, о каком-то там еще чего-то. понятно. Вот вы говорили о том, что слова не нужны, но что особенно-то не нужно придавать этому особого значения. особого безусловно? Да, безусловно. Но все-таки я настаиваю на том, что вы пишете и потом с музыкой соединяете. Я понимаю, что нельзя препарировать отдельно что-то такое. Но я вчера услышала, может быть, я недослышала и сейчас будут смеяться. Но мне было очень странно. Я стала соседа своего спрашивать, это как? Ну вот я не поняла. На битву со злом взвеси сокол козлом. Это как? Все правильно. Я вот понимаю, соколы-орлами, я это понимаю. Соколу не хватает козлиной упевтости или козлу соколиной наглости. Чего здесь? Как вот? Понимаете, но я думаю, что это ваше дело решить. Я всегда слушаю слова. Это ваше дело решить, как это строчку интерпретировать? Я за нее отвечаю. Ну то есть это вот... А как это? Как хочешь, так и думай, да? Все понятно. То есть вы мне даете простор для фантазии, для интерпретации. Вы можете написать статью по поводу этой строчки в правде Украины. Это будет интересно. Звери с соколы-козлами. Борис Борисович, в свое время по всей видимости на вас большое влияние оказали большое влияние философские культуры. Не считаете ли вы себя создателем своеобразной некой философии? философии? Борис Борисович, философия аквалина. Не считаю. А вы человек верующий? Ну, скажем так, я скорее знающий, чем верующий. А что значит? Ваши литературные вкусы. Вы чуть-чуть о живописи так сказали, и эти китки не нравятся. А литературные вкусы? Это классика, авангард? Не знаю. Классика. Мне нравится Толкин. Все повезло в воздухе. Поясняйте. Джон Рональд Руэлл Толкин. Создатель трилогии «Властелин колец» по-русски. А вы еще, наверное, нравится Хлебникова. Кто? Хлебникова. Нет, с Хлебникова я терпеть не могу. Набокова тоже. Потому что это поза вообще? Хлебников, в частности. Нет, у него это была не поза. Но у него было сильно сдвинутое сознание. А Толкин это переводило в произведении? Переводили с ним? Толкин переводился на русский раз в 20-ю, по-моему. А я предпочитаю оригинал Саратов. У вас даже есть Толкин-клуб в городе Кире. В вашем дворе, кстати. А мне почему-то всегда казалось, что вышли Хлай, вышли Хлай, это именно из Хлебникова. Нет, это напрямую. Нет. Переводчик был. А вы не упомдавляетесь? Нет. У нас немножко разные задачи. У вас какого? Ну, я не стал бы ее формулировать. Может быть, мне легче, когда не сформулирован, тогда этот процесс идет. Но она есть. Да. Ну, а вы вообще человек любопытный, москорежа, в какой-то новый город, но вы страны как-то интересуетесь, но я не знаю, культура страны, там, история, так далее. Ну, в общем, естественно, мне интересно. Ну, а вот в Киеве вы уже не пелы, а вам интересны киевские исполнители, ну, история в городе? История, я чуть-чуть знаю, история. Состои этого города связаны ряд моих любимых инцидентов политических. Начинает крещение Руси. Я любил бы, скорее, кристина. А, Боголюбского, да? Да, тоже хорошо. Можно вопрос? Скажите, вот для вас вообще знакомы, существует ли такое состояние, как артистический комфорт. Я постараюсь объяснить. Скажем, когда вы только начинали до периода перестройки, то есть вас знало те люди, которые, так скажем, близки были вам по-духу. Потом состоялась перестройка. Рок-музыканты, в общем, первые начали заниматься тем, что мы сейчас называем шоу-визнесс. То есть пошла модель, пошла популярность, пошли концерты в больших залах. Большие и дненькие. Большие? Я бы вам сказал, вы бы удивились. Скажите, за 6 концертов, за 8 концертов в юбилейном, первые большие концерты стадионные, я получал, по-моему, по 11 рублей за концерт, а ребята по 7 с половиной. Я имею в виду чуть другую, то есть дальше плоскость, когда то есть срок музыка в общем-то начало, ну скажем так, быть делом прибыльным для музыкантов, но это вопрос и не метод уже. То есть пошла волна, пошла мода. То есть вас, в общем-то, узнала, о вас узнала вся страна. То есть слушать Биргенщикова было модно, ходить на его концерты было тоже модно. То есть вы могли в принципе в городе Киеве собирать там 2-3 дворца спорта спокойно. Потом произошла ситуация, то есть вы поехали в Америку, то есть там был для Советского Союза, это был некий период затишья, который в общем-то так чисто по времени совпало, что вы приехали и как раз в тот момент, когда уже начала раскручиваться поп-музыка как доминирующая культура для всего пространства. До того времени была доминирующая культура рокманса. И сейчас, то есть вы в общем-то где-то вернулись на руки своя. То есть ну со мной могут не согласиться, но мне кажется, что допустим 3 концерта в Адварте спорта они бы не были отшлаганными на сегодняшний день, потому что ну Потому что у вас такой правительство в стране нынче. Только поэтому у нас не бывает пустых мест, нигде и никогда. Нет, дело не в этом. Просто так скажем, существует такое понятие как мода и мода текстует влияние на массу. То есть вы перестали быть модным и остались ну естественно повзрослевшие наработавшие огромнейший опыт, но в общем-то вы вернулись как бы на круги своя. Единственное, что вот сейчас в этом плане стало немножечко свободнее. То есть хочешь петь такую музыку пой, пожалуйста, хочешь там. надеяться со мной. Мы и раньше так делали. Нет, дело в другом. То есть вот ваш артистический комфорт с того состояния, когда грубо говоря была супер популярна. Да он никуда не уходил. Комфорт был с самого начала. и сейчас. То есть это все для вас закономерно, это все так, как должно быть, все, что не делается, так лучше. Мне очень нравится, когда журналисты задают вопрос по 15 минут, ограничиваясь ответом, нет или да, и при этом они говорят так, вот раньше вы были популярны, а сейчас нет. Как вы себя при этом чувствуете? А я бы сказал такому журналисту, что вы не правы просто. Я согласен вы, нет, я все, просто я вас только уже слушал на самом деле. Я человек злой, татарин. У нас какие-то грани приличия, вот все журналисты другие тоже хотят. Вы самовыражайтесь, идите на сцену, читайте стихи. Я попробую сформировать тот же вопрос, но короче. Как ты считаешь, как вы считаете, должно ли быть творческому человеку горько или сладко? Я считаю, что должно быть сладко. Горечь это личное дело каждого. То есть если есть возможность, у тебя тут лежит и перец, и соль, и горчица, и все остальное, твое дело выбирать. А что может сделать голодный поэт, и что может сделать сытый поэт? Сытый поэт может закусить, голодный не может. А в творческом плане? Это не зависит от чувства голода. Андрей Макаревич, помню, сейчас собирается записывать основу движения, так же, я не помню. Типа того, что поэт должен быть сытым. Сытый для богатых. Да, музыка сытый для богатых. Борис Борисович, сюда строчка вот эта подходит, да? Мне в весеннюю слажется, да жизнь без вранья. К чему? Вот к тому, о чем мы сейчас говорим. Здесь и задача, и то, как пребывать где лучше, в сладости, в благости. Ну, в общем, да, я считаю, что мне лично. Вот так, да? Лучше, когда мне хорошо, чем когда мне плохо. Но, с другой стороны, когда мне плохо, я это сам себе делаю. Поэтому, опять-таки, мой свободный дом. Борис Борисович, вы нас любите, я имею в виду, публику, любите, презираете, или вы просто исследуете, наблюдаете? Если бы мы не любили вас, мы играть не стали. Очень неинтересно играть людям, которых не любят. Лишается смысла. Мы вас любим, пользуемся взаимностью. Скажите, а можно, так скажем, узнать то, чего, то есть, мы, наверное, не знаем. Я имею в виду, то есть, вот, с журналистами я не первый раз общаюсь с вами, то есть, у вас достаточно жесткая манера общения, то есть, на тот вопрос, на который вы не хотите отвечать. Короче. Я хочу узнать, короче, о том, что вы, то есть, когда была радио Сайленс, то есть, в числе мер промоушена, я просто объясню, людям, в числе мер промоушена были выпущены специальные пластинки, не пластинки, или кассеты, которые предназначались только для радиостанции с вашими ответами на возможные вопросы. Что вам задавали американцы, что их интересовало? Понятия не имею, я не помню просто. Я помню, что они все любили спрашивать про Дубе. И что вы отвечаете? Это единственное, что они знали о России. А это зависело от моего настроения в данный момент. Самая лучшая история была в Лондоне, когда я рассказывал доверчивым англичанам про то, что первые электрогитары поступили в Россию из Афганистана, когда был схвачен вагон с оборудованием. И русский впервые в жизни ввели электрогитару, а я был майором КТБ спецполка. И как бы я первый понял потенциал этого и основал группу. Зато и стал популярным. Вот обычно это было так, но ответы варьировались. Скажите, я такое мнение, что своего зрителя надо воспитывать. Вот как вы считаете, вы воспитали какого-то своего слушателя, своего зрителя? Знаете, я считаю, что ни детей, ни зрителей воспитывать не надо. Я не имею права, я не воспитатель. Их надо любить. Я понимаю, да, но какое-то поколение или, может быть, какие-то люди сформировались на вашем. Вы считаете... Отлично. Нет, но вы считаете, что вы повлияли на этих... Я понятия не имею. Мое дело песни петь, а не анализировать, какое влияние мы оказали там на тот или на тот. Иностранные журналисты очень любят задавать про КГБ, а наши журналисты стесняются, но прекрасно знают, чего любят читатели. Все читатели любят читать, кто как вот живет вот тут, допустим, чем занимаются, кто там жена, сколько детей. Можно такой вопрос? Да, мы уверены, что они так хотят. Да, уверены абсолютно. Это всегда читается на раз. Вопрос какой? Вот вопрос о себе, немножко вот о приватной жизни, личной жизни. А происходит? Ну, до определенного порога я могу рассказать. Дальше уже... Да, вот только просто... Так а что именно рассказывать? Ну, каков, допустим, какой, допустим, Борис Гребенщиков вне сцены? Я знаю, ну, вот таков. А, ну, понятно. Ну, кто с ним рядом? кто с ним рядом? Деда, Деда, Чем у нас сейчас занимаются, сказать, затрудняются. Ну, не в данный момент, а вообще, скажем, кто по профессии? Никто. А детки? Сиди дома занимаются детьми. А, ну, и дети, кто? Дед, мальчик, девочка, там, кто еще? У нас, в принципе, на нас двоих, у нас четверо детей. А, понятно. Отосюм, понимал. Дети все растут замечательные. Очень, очень шумные. Да, это бывает. Но хорош. Старшая дочка уже ничего, она уже не очень шумная. Старшая дочка, это какой, когда? Угу, 15. И вот вчера перед собой вы видели этих ребят такого же возраста? Мысли какие-то возникали? А я до сих пор не могу определить, какой я сам возраст, поэтому... А как она любит папу слушать? Как она оценивает слушать? Она все больше предпочитает моего соседа слушать, который... имеет отношение к группе наутилусу. По счастью. Тут было бы неудобно, если дочка слушает свою собственную папу. Она, по-моему, правда слушает, но я стараюсь про это не узнавать. Но вот есть люди, чью критику вы нормально воспринимаете? Которые могут вас критиковать, знаешь, что вы не обидитесь? Кто угодно меня может критиковать. То есть я за любую критику говорю спасибо. Мне она интересна. Ну хорошо. Любой человек учитель. Я могу доверить секретам. до определенного предела. Нет, секреты могу любые давить. Просто есть разница между личной жизнью и секретами. Секрет, любой секрет, который хотите узнать, я могу его сказать. Хотите знать, какой сегодня пароль? Если поперил, пил. Пил я с 33. И ел, и пил. После 33 тоже? Нет, я не знаю, какой у меня возраст. Если вы об этом прошуете. Имеет маловолна. А вот Высоцкий пел, жалею вас, приверженцы фатальных даты цифр, определил там несколько уровней, собрал. Как вы считаете, вы уже прошли все эти фатальные даты? Да нет, не волнуйся. А что у вас трогает в этой даты? Просветление. Собственность? Нет. Всех желаю счастья. Извините, вот Вы сказали, что Вы считаете, что детей и зрителей нельзя воспитывать. Не каждый человек учитель. Хорошо, вот тогда Борис Борисович как учитель. Вот какой-то. Почему бы Вы хотели научиться? Откуда я знаю, какой я со стороны? Ну, чему бы Вы хотели научиться своих детей, своих зрителей? Я не имею права хотеть. Я даю то, что у меня есть. А что такое тогда это аксиом каждый человек учитель? Каждый человек, который Вы встречаете в жизни, Вы встречаете только потому, что он сможет чему-то научить. Ну, вы хотели устретили в вас? Да. Учитесь. Чему? То есть, каждый должен воспитывать то, что он хочет от вас получить? То, что может. А тогда можно сказать, что каждый человек ученик? Да. Но и ученик. И одновременно. И учитель, и ученик. Но Вы себя ощущаете учительом? Нет. Учеником. Учеником. То есть, Вы как бы неполноценный человек, да? Вы полноценный. Ученик, но не учитель. А все учителя и учеников. А у кого Вы учитесь? Конкретно? Да. У датского лама по имени Оли Мудл. У него еще есть чем меня научить. Я еще могу долго у него учиться. Это есть конкретно. А чему делаем? Ну, мы не знаем этого человека. Буддийским техникам. Определенного. А что касается религии, то Вы ортодокс? Не знаю. А что это такое? Это человек, который очень придерживается догма. Очень трудно. Вы ближе к христианству или к буддизму? А я не вижу разницы. Это тоже правильно. Слушайте, можно более музыкальный вопрос? Да, пожалуйста. Сколько струн на Вашей гитаре? Такой вопрос. У меня создалось такое впечатление. Вы, конечно, скажете, что я не прав. Но я попрошу Вас объяснить. Понятие любая преграда, которую человек встречает на пути, он строит ее себе сам, сам кого не знает, для того, чтобы преодолевая ее, чему-то научиться. В первую очередь, для того, чтобы у него хватило глупости такую преграду себе создать. Все наши заморочки, все наши жизненные затруднения созданы нами самими для того, чтобы сталкиваясь с ними, мы что-то о себе узнали. Значит, сейчас Вы остановились в своем развитии, если Вы создаетесь внутри транс, у Вас преград, значит, это уже куда-нибудь есть? Преград у меня достаточно. А вы, что человек сам создает с вами преград? Да, я создаю огромное количество преградов. А можно мне к вам? Естественно. Вот, здесь прозвучало, что Вы имеете отношение к нам? Ну, как в армии. Товарищ капитал, можно протестовать? Да, 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 да. Вот, на правую. Просто, сюда, вот, сюда вот, я хочу, вот. Так, какое отношение к наутилусу и насколько это вот теперь все стало аквариумно? Все одна стихия. Водная. Водная. А так как я рыба, кроме того, что я дед, то все это как-то легко сочетается и удобно совокупляется. мне это нравится. Так, а как это? Понятно, да, ответьте? Нет, не совсем. То есть, после прежнего наутилуса Вы перешли сюда река, как это? Что произошло? Это древняя история, типа, начало Ветхого Завета, долго рассказывать, все, в общем. Нет, не нужно там вылезать. Сложилось так, была там какая-то история с прежним составом наутилуса Ферловский, потом образовался новый состав наутилуса. Каким-то образом я оказался задействован в той. А Вы сами не Свердловск? Я, я с Казани, не эти шли. Его другое имя Казанский Свердловский. У меня другое имя, еще одно есть. Понял, много. Вот, ну, нет, серьезно говоря, что, я считаю, что есть люди, люди, с которыми мне хорошо рядом просто, вот и все. А с теми, с кем мне нехорошо я не хочу быть. Ваши инструменты это плит и клавишные, Основной. В плитке, ну, перечисляйся. Вот, есть хорошая формулировка, но, инструменты с использованием воздуха и клавиш. То есть, я дую во все, что попадает в рот, как говорят у нас в группе, не вот горит, и нажимают то, что нажимается. На самом деле, вот, про меня очень хорошо Алексей Павлович сказал в нашем интервью, что, когда дед выходит на сцену, не важно, играет ли он на чем-нибудь, а еще лучше, когда он вообще не играет, так спокойно. Это интерпретация. Он то, что создает. Это война. Вот вокальный, понял. Определированный вопрос. Как и вчера. Мне казалось, во-первых, что вы гораздо старше, я так себе представлялась. А я на самом деле старше. И казалось, что человек настолько вот такой же такой с забубонами, какими вот, знаете, идеями, крышнаитскими. Одно из его имен, о, это крышнаит. Точно, я знаю почему. Вчера крышнаиты принесли вот такой торт. И он лежал у нас на районе очень красиво. И он съел. И столько козленочек. Все понятно. Я все-таки подался. Никто не стал есть. А я, как самый отчаянный и авантюрный, человек, я съел весь торт. Нет, не весь торт, ну, часть торта. И мне сказали, вот из этого что-то выйдет. Вот теперь меня же в кришнаит, шьют кришнаитство мне. А одеяния вот эти, как у Демис Русоса, какие-то, что это? Эти одеяния появились на свете тогда, когда Демис Русос еще глубоко отдыхал. на самом деле, это Галабия называется. Это повседневное одеяние арабского тусовщика. Шейха. Шейха. Другой костюм, который вы видели, другой такой, есть, внимание, это свадебное одеяние. Когда он женится, каждый раз он новый костюм надевает. А для меня каждый концерт как свадьба, поэтому вот я такие костюмы ношу свадебные. А какое, вы сказали, еще имя есть у вас? Терминатор 4. Это в отношении с журналистами. Вообще. А Дед, это сценическое имя, да? Если бы точно Дед по жизни. Дед. Дед это имя, Василий фамилий. Мы можем рассказать, как он был мисплом, но это очень долго старается. Много песен надо. Дед Василий, Саба Мелех, Казанский Зверь, Гроза Мультиверса, Терминатор 4, Рабыни Секса. Песню слышали такую? Rock'n'Roll Dead. А я еще нет. Rock'n'Roll Dead. Новая игра. У меня есть своя собственная группа, сольный проект, как называется Dead Condens, это танцевальный ансамбль, где исполняли все танцевальные роли. В Японии она расположена? Кто? Кто она? Она. Где ты отвлекся? Подземья. Расскажите, на счет сюжета, скажем, для ваших песен, откуда вы берете? Вот одна песня, она по политическим событиям написана. Я вообще неясно объяснил. Песня была написана в основном в 91-м году. Дописана была где-то в августе. В таком случае, по 89-му году вообще была песня «Прошлой ночью на площади, инквизиторы кого-то шли, пары танцевали при свете костра, а потом кто-то резко скомандовал, крипичное начало новой эры». По-фактически то же самое, что было в Москве. Ну, это что делать? Многие события. Прогнозируете? Происходит. Продаете музыкальные абонементы на события? Да нет. Нет, у нас директоров чем занимается? Так происходит, я не знаю почему. Борис, можно подробно о ваших творческих планах где-то на полтора года? На полтора года я не знаю. Я могу сказать точно, что у нас сейчас в работе в данную секунду находится пять альбомов. Значит, один вот этот будет, ну, ориентировочно Кострома Монамура, я не знаю, как он будет называться. Пески Петербурга со старыми песнями. Вот они в идее существуют. Есть альбом инструментальный музык, к которому мы имеем некое отношение. Это такая сибирский коллектив квартета Анны Карениной. Ее лидер человек по имени Зуи Могила, любимый композитор Штатгаузен. Мы имеем отношение к этому пластинку, к этой пластинке тоже. Это три, да? Такие еще две, я себе забыла. Штатга Петербурга. Я назвал. Вертинский. А Вертинский? Новая песня Александра Вертинского. А пятый? Какой-то есть пятый еще. Пятый. А что? Русско-обесинский оркестр? Нет, Русско-обесинский оркестр будет в следующем году. Какой-то еще пятый там бродит. Пятый. А, чубчик. Это уже что-то еще. Все возвращается на круги своя, когда акварин снова подает, то есть, тогда просто сразу забивает. Ровно 12-летний цикл. Прошло 12 лет с 81-го года, тогда мы записали три альбома запятых, если не четыре, а сейчас, ну, сейчас уже нехило, уже шестой идет. Шестой пошел. И силы для себя чувствуются, да? Сил сколько уход. Прошел цикл. Времени хватает. И темы настроения недостаточно. Всего достаточно. Когда понимаешь, что твой ум это ясное, открытое, чистое, безграничное пространство, не имеющее ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни веса, ничего, и поэтому с ним ничего нельзя сделать. То есть, тело приходит и уходит, а ум остается. Это каждый может себя почувствовать. Тогда возникает масса сил. Можно ли считать, то есть, тем, что вы выдаете сразу шестой альбомом, естественно, что, то есть, дороговизна эфирного времени либо и всего остального не позволит вам показать полной письма. Я не считаю, что телевизор вообще это хорошая вещь. Я считаю, что телевизор вредная вещь. Я сам его не смотрю. Особенно Филипс. Радио приемника. Нет, я советский телевизор еще меньше люблю. Они портятся. Чилипс, все-таки портятся. Нет, мне нравится смотреть МТВ иногда, когда у меня крыши сдвинут очень сильно. Правильно. в Европе. Но пока там нас не показывают. То, что у нас происходит на телевидении, я, простите, просто глубоко не интересую. Брайан Ина однажды сказал замечательную вещь. Он сказал, что поскольку я не смотрю телевизор, то у меня в день от 4 до 20 часов лишнего времени. Я с ним вполне согласен. Хорошо, а не связано ли это с тем, что в общем-то московское телевидение, центральное, российское, достаточно дорогое? Опыт показывает, что они с удовольствием берут наши ролики. Потому что это им важно. Нам на них, как говорит наш ударник, насрать. с уходом Артема Троицкого с популярного вещания на останки на московщих транслях. Я не припомню, когда показывали. Вы знаете, источники говорят, что показывают нас каждый день. Нас стали меньше обвинять с его уходом. Артем нас показывал, да? Мы тогда Баухаус назывались. Да, это тот Артем, который говорил, что нет ритма, нет конец, его и вообще. Такой известный революционер был. Украинский. Он мой близкий друг. Ребята, о чем вы говорите? Друг Витя сказал на днях, что на слова не пропадают. Это чисто. Нет. Это друг. А, нет, это он, да. Это он. По-моему, единственным случаем, когда... Мы пытались несколько других слов. Когда живой пример в песне появился. Да, я имею в виду именно его, да. Да, это круто. Нет. Нет, он рассказывал, что не дает. Нужно будет ему сказать. Борис Борисович, вот есть такой свин, Андрей Панов, он сказал, что рок-музыки нет, а рок-это вообще книжка Троицкого. Как вы считаете, если... Я согласен, свин, известный русский философ. Вместе с Лоским и Бердяевым. За сковородой. Да. Сковорода, это уже наш родной. Не совсем русский. А кто совсем дирюс? Нет, национальную проблему углубляться не будем, потому что тут много интересного можно сказать. Борисович, а отношения с бывшим членом Вы прокуратите, Севы и Гаккер, и Дюшка? Дюшку я лично не видел, реально не видел куда-то два или три. Фанштейна вижу иногда. Гаккера, ну полгода не видел, что я в городе не был. Ну как бы, у Севки содержится единственный рок-н-ролльный настоящий клуб, который мне известен. Там, там. Так что у меня все в порядке. Дюшка играет, по-моему, трелистник как был, так и остается. Просто мне как бы особо с ним говорить не о чем. Мы за 20 лет много успели друг о друге его задать. И необходимости в прямом общении у меня, например, не возникает. Хотя, в принципе, целиком уважаю то, что он делает за его жизнь, его брак. Если Вас интересует судьба Саша Титова, а то он в гостинице отдыхает сейчас. Короче, Вы можете когда-нибудь идти вообще из концертной деятельности и, не знаю, философия в религию стала усовершенствовать? Понимаете, дело в том, что философия, религия и самоусовершенствование, я боюсь, что к ним немножко неправильный подход. Все считают это полноценной работой. Я занимаюсь философией. Это полная херня. Или религия. То же самое. Это тоже полная херня. Это средства, которые помогают человеку правильно жить. Только. Это не является работой. Поэтому тут уходить некуда. религия нужна человеку только для того, чтобы он мог правильно общаться с теми, кто его ухажает. И давать им вместо негатива позитив. Короче, то, что им надо. так же и музыка. Впрочем. Да. Музыку еще можно слушать. Музыку как на работе. Если в этом смысле ты говоришь, что религия, философия это не работа, то музыка тоже не работает. Всякое. Средство жизни. Ну, в общем. Инструмент жизни. Согласен. Согласен. Сейчас, сейчас. Двадцать пять. Так, хорошо сидим. Да, хорошо. Может за водкой сбегать. Мы не получим. Если аквариум это Олимп, то пока только гребенщиков. Кто? Олимп. Да. Аквариум это Олимп. Олимп? Да. Какой Олимп? Олимп. Олимп. Какой Олимп? Олимп, где бегаешь? Олимп. 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 Да, это какого-то. То есть, на котором держатся в теле. Так все музыканты держатся в теле. А вы, как говорите, нет. Где тут Олимп написано? Да, свет падает в полном. Да, свет падает на дом. Да, это осветитель там. Но мы же сами светимся. А что тут? Нет, а кто подбирается сейчас? Почему подбирается? Калимп. Калимп. А у нас нет... Калимп, вы не могли бы еще раз поменять? Я не понял вопросов. Я отменяю его сам. Да? Да. Запугался. Интересный был вопрос про Галина. Может, не момент? Открыть. Нет. Интересный вопрос? Нет. Все потом. Я знаю, что он хочет. Почему на сцене я стою дальше от тебя, чем от друга? Зато ближе к публике. Покажем с вами. Ближе к публике. Зато у него комбик есть. По-моему, не всегда. Фендеровский? Нет. Нет? К сожалению. К сожалению, нет. Мы выступаем за аппаратуру Фендер. Против аппаратуру Пидрэй. А вообще, кстати, было бы неплохо, чтобы перед каждым концертом на сцену выходили представители фирмы Фендер. Они не выручали каждого музыканта по гитаре, по комбику. А ты знаешь, от маршала так и сделали с Хендерсом. Только они на сцену не выходили. Они как умные люди. Они просто правильно посчитали, что если маршал будет там стоять, то все будет нормально. Ему же не нужно выходить на сцену. Ну, сразу. Поэтому он так много усилителей ставил. Они просто его подписали на это. Кого? Хендерик. Все стены оставил. Он знал, что с ними делать. Поэтому он включил раз. Все получилось. В общем, нам нужны хорошие музыкальные инструменты, аппаратуры. День, просто деньги. Батарейки часа. Батарейки часа. Высчет. Еще. Что нам еще нужно? Кассеты. Простого человеческого счастья хочется. Да, но возможно только при наличии полного просветления. Я живу в номере 1130. С чем туда можно прийти? С чем можно? Ну, не понимать, я в прямую. Я же как философски говорю. То есть... Да. Вы говорите, аппаратуры там, где все. А есть люди заинтересованные, которые действительно ставят на вас, будем говорить, грубо? Нет. Нет? Мы не лошадь. На нас сложно стадить. Мы в любой момент можем... Прямо следующее.